Дагестан И большими по числу говорящих, и совсем маленькими Есть такие языки, как аварский, даргинский, лесгинский Число говорящих, на которых несколько сот тысяч И даже почти приближается к миллионам Есть языки одноульные, на которых говорят несколько сот человек Что очень радует полевого лингвиста в Дагестане Что очень приятно по сравнению со многими другими регионами Это то, что языки Дагестана достаточно хорошо сохраняются Если есть много таких мест на карте Российской Федерации Где уже очень трудно найти носителей коренного языка Или все эти носители очень пожилые люди И носители очень плохо уже помнят свой язык То на Кавказе, по крайней мере, сейчас, и особенно в Дагестане, все еще не так Там практически, если вы хотите изучать какой-то язык То обычно нет проблемы найти людей, которые хорошо его знают Которые хорошо на нем говорят, которые хотят вам помогать И которые при этом достаточно молоды, чтобы выдерживать тяжелую работу С лингвистами-исследователями Таких людей, которые работают с нами, мы называем информантами Это слово мы употребляем очень уважительно В этом нет никакого негативного отношения к такому человеку Труд информантов очень тяжелый И действительно не всякий может с ним справиться Мы занимаемся изучением даргинского языка Я уже его упоминала Это один из крупнейших языков Дагестана Официально на нем говорят более полумиллиона человек Проблема на нем следующая На самом деле это не язык, а группа языков Причем родство между этими языками весьма отдаленно Почему он считается одним языком? Видимо, это как-то получилось в тот момент, когда в 20-е годы Советские лингвисты создавали письменности для различных бесписьменных языков Советского Союза И создавали какой-то некоторый инвентарь языков И зафиксировали даргинский как единый язык На самом же деле коллеги посчитали, что даргинские диалекты распались более 2000 лет назад И, следовательно, родство между даргинскими диалектами, скажем, меньше, чем между славянскими языками Сходство между некоторыми из них просто невооруженным глазом невозможно заметить До сих пор с нами было так, что, приезжая в каждое новое селение, мы обнаруживали, ну, как минимум, новый диалект Иногда он так сильно отличался от соседнего, что хотелось бы назвать его новым языком Конечно, это не везде, это окно во многих районах Очень интересно, что для даргинского, как и для нескольких других языков Дагестана Создали в свое время литературный язык Он используется достаточно активно На нем есть художественная литература, и проза, и поэзия Есть на нем газеты, другие средства массовой информации И на нем, что очень важно для нас, ведется школьное обучение Но оказывается, что наличие литературного языка не всегда помогает Проблема в том, что дети в дошкольном возрасте изучают свой диалект Когда они приходят в школу, они сталкиваются с литературным языком Который для многих абсолютно непонятен Представьте себе, что вас отправят в школу и заставят учиться на польском языке, например Для некоторых разница такая или даже больше Таким образом, хотя намерения у людей, которые создавали школу на даргинском языке Безусловно, были самые благие То есть пытались предоставить возможность детям обучаться на родном языке Практически реализовать эти благие намерения очень сложно Потому что диалекты разные в каждом соседнем селении И, естественно, школу на каждом диалекте создать невозможно Я расскажу про несколько лингвистических черт даргинского языка В основном эти черты являются общими для нас дагестанских языков Поэтому, может быть, это сможет проиллюстрировать как-то и нахско-дагестанскую семью в целом Очень такая простая и симпатичная черта нахско-дагестанских языков Хорошо известна Это система именных классов То есть это, в принципе, похоже на то, что в русском языке То, что у существительных есть мужской, женский и средний род Чем отличается даргинская система? Тем, что у них тоже есть мужской и женский средний род Но если в русском и других европейских языках Классификация по родам только в части случаев основана на значении То в дагестанских языках связь со значением гораздо теснее Если мы по-русски говорим о живых существах То, как правило, обозначение женщин будет женского рода, а мужчин мужского Хотя и у нас есть исключения некоторые Но если мы говорим о неживых существах То совершенно непонятно, чем мотивировано То, что там, допустим, стена женского рода, потолок мужского, а окно среднего Вот в даргинском языке это невозможно Там женского рода могут быть только женщины и никто больше Мужского рода могут быть только мужчины и еще всемогущий Аллах И к нейтральному роду относится все абсолютно остальное Даже животные, даже коровы, быки, овцы и даже черти, шайтанды Относятся к нейтральному роду И ни при каких обстоятельствах вы не можете употребить их Как существительные женского или мужского рода То есть такая непроходимая граница между людьми и не людьми В других на ско-дагестанских языках в большинстве из них классы тоже есть Но иногда системы бывают более сложными То есть классов не три, а там четыре, пять и так, где-то до восьми бывает Еще одна очень интересная черта, которая сначала пугает многих лингвистов Точнее не лингвистов, а скорее студентов Это очень сложные поддержанные системы, в которых очень много форм Несколько десятков И эти формы в основном выражают различные значения места, различные местонахождения Сейчас я попробую объяснить, что имеется в виду В большинстве анастко-дагестанских языков формы существительных со значением места выстроены как бы в три этажа Сначала идет основа слова, потом к ней присоединяется некоторая морфема, которая означает ориентацию относительно некоторого объекта Например, если мы возьмем слово гора, то можно присоединить морфему со значением нахождения внутри Это будет в горе, морфему со значением нахождения на поверхности, это будет на горе Морфему со значением нахождения перед чем-то, это будет перед горой и так далее Но в дагестанских языках на этом слово не кончается Надо приделать обязательно еще одну морфему, которая будет показывать, что происходит по отношению к этому ориентиру Вы движетесь туда, вы движетесь оттуда, вы находитесь там Или иногда бывает еще более сложной формой движения, например, вы движетесь через это место Соответственно, у нас образуются формы, если, например, форма исходная сначала на горе Мы присоединяем движение туда будет на гору, движение оттуда с горы и местонахождение там на горе Получается уже форма, построенная, состоящая как минимум из трех частей И количество таких форм может быть больше 20 из-за того, что мы перемножаем значение локализации, значение движения или его отсутствия Однако в некоторых диалектах даргинского языка есть еще и третья служебная морфема, еще и четвертый этаж словоформы Она тоже выражает направление движения, но по-другому Движется ли объект к говорящему или от говорящего, или вверх, или вниз Тем самым количество форм увеличивается еще в четыре раза Ну, не всех форм, а форм выражающих движения Если мы, например, возьмем слово гора, присоединяем морфему со значением на, получается на горе Присоединяем морфему со значением движения оттуда, получаем значение с горы И присоединяем морфему со значением движения ко мне, это будет означать с горы ко мне А можно присоединить, например, морфему со значением движения вверх, это будет с горы вверх Так может, например, взлететь птица Таких форм в тантынском диалекте даргинского языка мой коллега Юрий Ландер насчитал около 90 штук. Когда он их все выписал в столбик, это очень понравилось прежде всего жителям селения, которые сами не знали, что у них так много форм, и были эти очень горды. Еще одна черта даргинского языка, который отличает его от большинства нахско-дагестанских, наверное, последняя, о которой я расскажу, это личное согласование. В большинстве нахско-дагестанских языков как раз лица нет. Это то, чего у них нет, а у нас есть. Но в даргинском есть и лицо, но оно устроено совсем не так, как у нас, хотя и не очень сложно. Если у нас мы рассмотрим в русском языке категорию лица, личного согласования, то это очень просто. Мы берем подлежащее, берем сказуемое, сказуемое по лицу согласуется с подлежащим. Я иду, ты идешь, он идет. Глаголы разные окончания в зависимости от подлежащего. В даргинском языке в согласовании будут участвовать обязательно двое. Два участника, если глагол переходный. Например, в случае с «я иду», ты идешь, он идет, будет все то же самое, что и по-русски. А вот в случае «я поймал тебя», «ты поймал меня», «он поймал нас», например, то есть с переходным глаголом, в согласовании будут участвовать не только тот, кто ловит, но и тот, кого поймали. Но при этом в глаголе можно выразить согласование только с одним участником. Как они выбирают участника? Они выбирают того, у кого лицо более высокое с точки зрения носителя этого языка. То есть, попросту говоря, если лицо первое или второе, то это главнее, чем третье. Поэтому предложение «я поймал его» и «он поймал меня» в обоих одинаковых глагол будет стоять в форме первого лица. По этому параметру, что еще интересно, диалекты даргинские вообще сильно расходятся. Я рассказала только самые общие правила, а мне там удалось насчитать порядка шести-семи разных правил в разных диалектах. То есть, у них очень сильно расходящаяся грамматика. И очень интересно исследовать диалекты по разным параметрам, грамматическим параметрам, и создать нечто подобное лингвистическим картам, на которых будет указано расположение различных лингвистических признаков. В какой-то степени мы этим и занимаемся. Сейчас очень много лингвистов занимаются дагестанскими языками. В основном это такая же работа того же типа, о котором я рассказывала, но это другие языки. Есть коллеги из Франции, из Германии и очень много лингвистов московских, которые занимаются изучением малых ранее неизученных языков и диалектов, разных подгрупп нахско-дагестанских языков. И так же, как и для других языков Кавказа, создают корпуса гласированных текстов на нахско-дагестанских языках. То есть, это не просто сбор примеров отдельных у носителей языков, а это записи полноценных текстов, текстов разных жанров, достаточно больших объемов текстов, последующих обработка на компьютере, морфологический анализ, фонетический анализ и так далее и тому подобное. То есть, создание полноценных текстовых корпусов не только на крупных, но и на самых мелких языках данного региона. Честно скажу, что эта работа скорее в начале, чем ближе к концу, то есть, эта деятельность только начинается. Но благодаря тому, что сейчас появилось очень много новых интересных компьютерных программ, позволяющих работать с языками, то она сравнительно активизировала сейчас эту работу и у нас, и в некоторых других странах.